Костюм с рисунка. Он касался очень конкретной. Я подчеркиваю, что это не была какая-то особая встреча. Это была рабочая, постоянная рабочая встреча. И ведь конкурс был. Там, я не помню, есть ли в этих текстах. Есть, да, что был всесоюзный конкурс. Это был крупнейший конкурс. Причем я был его инициатором. Это было совсем непросто. Потому что нам так... Мы были очень известны. Мы принадлежали Академию наук. Плановая экономика. Все сверху донесут. Там постановления всякие. Все пришло к нам. Мы берем... Нам поручено проектировать. Мы академические. Мы поручено. Никто не возражал. Отношение было завоевано к этому времени очень хорошее. Я могу сказать, со мной... Для того, чтобы выиграть конкурс, надо было собраться со всеми возможными силами. Потому что в случае, если вдруг мы не выигрываем конкурс, я прекрасно понимал, что мои предшественники на своем каком-нибудь симпозиуме... Вы, кстати, знаете, что такое симпозиум? Откуда произошло с того? Греческое. А? Греческое слово. Греческое? Да. А вы знаете, что такое? Как это было? Я слышал об этом первый раз и задумался. Николай Николаевич Семенов на одном совещании у него. Значит, кто-то сказал, и проведем симпозиум. Посмотрели проект для Семеноголовки, очень крупного нового их центра. Это была трудная история, потому что мы уже особый, значимый проект, очень сложный. И сроки чудовищные, тяжелые. И все, мы уже полным ходом работали. Все, макеты, и дальше уже рабочая документация параллельно. Строительные площадки, все сложно. Бывают такие ситуации. Режиссерские. В один прекрасный день я понимаю, что мы ошиблись. В партитуре. Вокруг Николая Николаевича, рядом с ним работали два необыкновенных человека. Его прямые помощники. Федор Иванович Дубовицкий заместитель. Один из его заместителей по институту химической физики и Черноголовскому. Прежде всего, Черноголовский центр. Доктор физико-физико-физико-физико-наук тоже серьезный, серьезный, научный. И одновременно потрясающий хозяин и потрясающий управленец. Редкое, нечастое сочетание, но... И был там человек, который... Я не знаю второго случая, когда человек так посоответствовал своей фамилии. Он назывался Борис Петрович Золотой. Настоящий, необыкновенный, золотой человек. Он работал, по-моему, круглые сутки. Он был главной фигурой, представляющей интересы Семенова и его прославленного на весь мир института. Заказчик от его имени. Он отвечал за все. Он заказывал проект. Он его отслеживал. Он в нем участвовал. Он помогал. Каждый узел он готов был развязывать, помогать, чтобы все делалось идеально. Знаете, такая... Честь Пачи-почести. К этим людям относился безусловно. Значит, в этой ситуации я вдруг понимаю, что... Не то, что там было безнадежно плохо, нет. Ну, просто был путь, который вовремя мы и я, и мои соратники... Это все, знаете, так можно сказать, на самом деле каждый из них штучный, и каждый из них удивительный человек. Это первоклассная команда. И все мы как-то в результате, и в большей степени я, потому что я руководитель этого, этого коллектива людей, как бы вот зевнули, не увидели, что мог бы быть другой путь, который значительно отличается от того, что мы делаем, и уже в реалии, уже машины, уже механизмы, все там на озерах, в лесах Черноголовки. При том, что разрешено проектирование, осуществлять строительное проектирование до разработки всего проекта в целом, окончательно. Контрольный звонок, фильм «Маршал». Да, значит, я иду к Золотому и Федору Ивановичу, и признаюсь, делаю макет, сидим все как сумасшедшие, все загорелись, что можно было бы. Еще можно есть надежда, можно было бы что-то делать, но ни по каким правилам это невозможно. А мы уже все, мы уже сделали новую модель, мы уже сделали нам, мы все показываем существенно. Причем это касается, как правило, более точный выбор, он касается сразу очень многих сторон. Это не просто эстетика, это не просто задача, так сказать, насколько это все будет хорошо лежать, удачно в природе, меньше нанесет ущерба, скажем, экологии и всяким другим обстоятельствам. Это все вместе, это некая более точная формула поведения тех людей, десятилетия будущие в этих сооружениях, которые придут в это здание, сменяют друг друга. Это ошибка, как бы в почтовом адресе, перепутанница. Не вы видели. Значит, рассказываю, показываю этим, все на головке показываю. Федор Иванович начинает ходить по большевшему кабинету. Золотой смотрит так, взяв свою сцену. И вдруг Федор Иванович говорит, а мы привезли накануне, вечером, а приехали утром. Он говорит, мы всю ночь, Юрий Павлович, всю ночь, мы с Борисом Петровичем изучали этот материал. Показывает, там подходит к столу, показывает. Вот видите, и зарисовали. Один козырь есть. Это ваши канонические показатели. Мы проверили. Экономия от этой перетурбации будет больше на порядок, чем вы своими аргументами чисто артурно-строительно-планировочными, вы как бы обназвали цифры. А будет на порядок больше. С этим мы решили вас поддержать и пойдем. Завтра Николай Николаевич назначил совещание. И вот, значит, директором института административного был очень прославленный человек у нас. Уже в отличие от той поры, когда директора назначали, я тоже, по моему положению, я должен рекомендовать президенту кандидатуру административного директора. То есть это так, как у Туполева, как у генеральных конструкторов. Они сами себе назначали и выбирали административных директоров, финансовых, демонстративных, тех, кто хозяйство ведет. Это было огромное достижение, потому что присланные сверху всегда. У нас был такой человек, он был инженер-энергетик, не строительный инженер, но в своей области первоклассный специалист. С очень хорошим образованием в Германии. В ту пору, в 30-е годы, Советский Союз много направлял людей. В Европу, в частности, в Германию, которые учились в таких высших школах в Америку тоже. И у нас работало много. Ну, потом, это уже все потом, учись многих, знаете, людей, особо статьям. Значит, он был очень разумный человек и относился ко мне прекрасно. Я не могу ни в чем врекнуть. Для него это был удар огромный. Значит, все собрались. Стоит макет, который строится, и перед Николаем Николаевичем, он сидит во главе стола, привычный такой стол, да. Николай Николаевичем Семенов, это человек необыкновенно красивый физически, по-мужски необыкновенно элегантный и красивый. Значит, он руки, как у Рахманина, знаете, он так сидит там в своем кресле. Такая сцена вам интересна. Значит, говорит, все знают, все знают. Я и Дубовицкий сидим около Нового Макета, здесь Николай Николаевичем. Значит, выступает Дубовицкий и объясняет, что мы смотрели и так далее, и так далее. Говорит, что было бы правильно. Не останавливая ничего, не снимая никаких обязательств, мы считаем, что мы можем преодолеть это. Институт справится. Поступает Петр Иванович Дворацкий, наш главный директор. Говорит, я сказал, Юрий Павлович, на мой взгляд, блестящее решение, если будут выполнены такие экономические показатели, то было бы, конечно, очень хотелось бы пойти по новому пути. Но моя ответственность не позволяет мне рекомендовать такое решение. Лучшее врать враг хорошего. Невозможно. Невозможно. Вероятность срыва, это катастрофа, это относится к особо важным сегодня объектам. В общем, короче говоря, происходит такая вот. И последние слова, он задает какой-то вопрос, Петр Иванович говорит, ну, Николай Николаевич, почему вы так странно спрашиваете? Вы спрашиваете, кто вносил документ в правительство и в Центральный комитет? Кто он? Почему вы спрашиваете? Вы вносили президиум, вы как вице-президент, это ваша область, вы вносили... И вдруг Семенов, который в это время уже так, так ли, полулежа, вдруг так рывком встает, Петр Иванович, как вы сказали, мы выносили? И говорит, слушайте, если мы выносили, так мы и вынесем. Масштаб людей и масштаб их отваги, потому что шутки тут были невозможны, это нельзя было отнести как бы никому, потому что слишком высокая планка. Это то... если мы выносили, мы и вынесем. Конечно, это было, знаете, не до смеха было, но на самом деле мы только потом, когда это все кончилось. и когда последние слова он сказал, Федор Иванович, с научно-организационным отделом я переборю с президентом. президентом был уже Александр. Вынесем и представим все показатели, которые мы гарантированно обеспечим при этом. на этом закончил. В общем, я просто хочу сказать, что вот это, понимаете, это как бы вот это взаимоотношение архитектор и реальная власть, и причем вот эта такая роль, такая главная архитектора, она как бы сама по себе такая странная. главная архитектор и президент должен был бы быть как бы по идее. Но она на самом деле происходит от понимания вот академиками такими, вот мне приходилось какое-то время там взаимодействовать короткое время, но очень интересно с Андреем Николаевичем Туполевым, там вот с этой категории промышленных, технических таких академиков очень интересно. Они понимали только такую схему, и я когда думаю о большом хитреце ощущении, я думаю, как он смог так надолго предвидеть точность выбора конструкции института, который он создавал. Генри Форд старший и известный экономист и крупнейший формула такого успешного организационной формы успешного капитализма и любой экономической системы, как бы она ни называлась, она все-таки основана на их уверенности, что формула очень простая. Форд просто НИИ наука. Наука тире КБ. Вот и все. И наш институт создан по этой формуле. И сегодня по всем направлениям, это у меня такое сегодня мирное перемирие, перемирие такое полное, вы мне дарили возможность рассказать что-то. Значит, на самом деле, сегодня мучительно со всех сторон, я вот уже три года считаю, что они как бы они вычеркнуты так, поэтому я считаю, что судьба мне их должна вернуть, потому что забрали без предупреждения значит, фанно, они пытались как бы с этой стороны, стой, поставить все по сомнению, забрать, но у них очень просто сперва значит, это посмотреть здание, если все хорошо, идут такие люди, которые называются все менеджер, они все похожи, безумно похожи на третьих секретарей Рокомов Комсомола, все они такие хорошо причесанные, стрижные, аккуратненькие, такие у всех галстуки у них как бы все какие-то особенные селедочки такие отвратительные такие червяки, все одинаковые, значит, и тут у них тоже все одинаково, они вот вошли тут, мы приютили институт водных проблем всемирно известный, бывший академик Якулев, его уже нет, сейчас его там преемники, ученики, они входили в институт нефтегаза, предупредили директора помощники, что будут люди из фану, значит, он ждет, естественно, на свое время, дальше то, что говорят помощники помощника, пришли двое, они говорят, пожалуйста, она пристала, она пристала, пожалуйста, открыли дверь, вошли, там сидит руководитель института, который ждет, он пристает, никакого внимания они на него не обращают, они просто подходят, ну, давай, вот тут пометь, вот тут, так, и тут, видишь, тут, тут, еще, да, так, так, это, ага, это вот сюда, это можно все сломать, так, это можно пометь тут, да, ага, ну, ладно, так, с этим все кончено, да, понятно, так, архив мы, архив мы, пометь там, архив чертовой матери, он нам не нужен, значит, человеку, не очень старому по возрасту, но уже сейчас так полагается, Бакерия говорит, знаете, Юрий Павлович, все надо в жизни стараться делать вовремя, Леон Антонович, такой, его, все-таки, кавказское происхождение, оно такое, там есть свои преимущества, на взгляд на жизнь, значит, он мне говорит, все надо делать вовремя, листает мою историю болезни, такую довольно пухлую, читает, ну, что, Юрий Павлович, прекрасно, там, ну что, я считаю, что у вас просто блестяще, там, два инфаркта до 50 лет, там, третий инфаркт, ну, немножко с опоздали с ним, конечно, можно было и пораньше, да, там, инсультик тоже хорошо, все надо делать вовремя, пока есть силы, так вот, этот человек, по-видимому, не рассчитал, его после этого визита тут же увезла скорая помощь, к счастью, все обошлось, значит, ну, вообще, а вот лестница, которую вы видели при входе, это наследие управления делами, которое, вместо того, чтобы починить лестницу, подало в суд на наш институт, мы сейчас выиграли два суда, за то, что мы не оплачиваем коммунальные услуги им, они беспардонно сдают наше помещение, и неизвестно, куда идут деньги, многие годы, причем копаться в этом невозможно, потому что небезопасно, значит, и все, что это крыло, у нас из другого института нефть и газа, доктор, наук, у которого там шесть, сегодня диссертаций, которые идут под его руководством, выходит из больницы в прекрасной форме, выходит на работу, проводит встречу со своими вот этими абитуриентами, будущими, которые работают диссертацией, они давно его ждут, потому что его не было длительное время, он специально начинает как бы разминку для встречи с своими подопечными учениками, наиболее такой понятный и лучший как бы вариант встречи, не берет на себя, как ему сказали врачи, сразу большую нагрузку, он выходит в этот день вполне счастливый, плохо освещено, прихватил льдом, мокрые эти поступенки разрушены, падает на взничь, такой удар, высокий человек еще, удар, что его так и не довезли до больницы, и никто ни в чем не виноват, никто, теперь все это фоно, что это, понимаете, на фоне того рассказа о той ответственности, которую всегда брали на себя люди академии, такая беспечная безответственность, причем уютно упакованная, по-видимому, она как бы не только оборудование не может иметь, она просто вскрывает какую-то порочность всего круговорота, который происходит. Ну ладно, это теперь скажу отвечу на вопрос, который я сам вам показывал. Я вставал, бежал на работу, все было хорошо, стало труднее. Но необходимо какое-то осознание ситуации и какой-то внутренний стимул, должно быть какое-то понятие, связанное скорее с верой, чем с здравым смыслом, или наоборот, с верой в здравый смысл, на фоне того, что бессмыслицы каждый день. Есть замечательное. Я должен для себя в таких случаях как бы родить некую формулу, с которой я должен быстро, легко, продолжить, по-прежнему бежать на работу. Я скажу, один прекрасный день меня соединила очень простая, на самом деле, на поверхности лежащая мысль. Я задумывался, на самом деле, о нашей истории, то, что я коснулся там, сколько лет было между всякими потрясениями. причем, большая часть потрясений связана не с внутренними, не с внешними врагами, а с врагами внутренними, то есть с нами самими, с собой. Мы устраиваем всякие чудесные заварухи вокруг себя, испытываем себя на прочность постоянно, может быть, это дает нам особую силу, но это поразительно, это действительно так. Мы там с одним сельским хозяйством можем сказать, сколько лет мы все вместе занимались, пока они не вспомнили, что есть такое понятие, как фермер, который отвечает за землю, которую ему дали лучше, лучше, как в Северной Европе. Там у них в этом смысле всюду у всех есть короли, в королевстве и королевы, и какой-нибудь там безупречной маленькой Голландии или там еще там Бельгии, там злополучной теперь уже. Такая хорошая страна, вдруг неожиданно теперь она столица вот этого всего. У них есть король на всякий случай. И все земельные вопросы под защитой королям. У них, вы знаете, в Лондоне вас могут оштрафовать на перекрестке по закону от 1567 года. Вам придется своего адвоката попросить разыскать этот закон и посмотреть, что это такое, что вы убедились, что вас оштрафовали правильно. Законательство никакое последующее предыдущего не отменяет в Англии. они вообще замечательные эти отмечания. С ними практически лучше не связываться, потому что это очень опасно. Они вас припаяют, если не по этой, по другой, любой рукой. И все исключительно для защиты интересов королевства. так вот я и подумал, вот это замечательное на карте земли, сильно поврежденное за последнее время, неправедными способами, то, что сделано пращурой, не дано право разрушать правнукам. Надо беречь добро, которое скопили пращуры. Пращуры наши сколачивали эту империю долго и весьма мучительно. И делали это с большой последовательностью и никогда ничего не отдавали. Тут мы за последнее время уйму чего отдавали. А это уже вообще-то грех. Значит, поэтому я думаю, что выходя из дома утром или приготовишь довжовый завтрак и свивая его на ходу уже кофе или чаем, вы должны понять, что вот эта часть замечательная все еще по своему масштабу суша с озерами, морями, океанами и теперь с Северным полюсом, который оказывается адмирал Макаров успел произнести, что еще кроме что Сибирь будет Россия будет прибавлять Сибирью, значит, оказывается еще есть очень непонятный образ фасад России от Северного полюса. Мы привыкли к фасаду от Сочи, от Турции, но там как бы уже сегодняшние события с турками, они показывают, что они все-таки решили не вспоминать о наших фрегатах, 50 стволов на каждый борт можно поставить из них расфигачить любой их флот. Воспоминания к дипломатическим встречам. Вообще, на самом деле, я понял, я выхожу из дома с твердым убеждением, Россия обречена на успехи. Выходы? Есть альтернатива? Нет. Роман, есть альтернатива? Нету. Нету альтернатива. Что бы мы с собой не проделывали, там порядки обречены на успехи. Так было всегда. И все в последний момент. Так же, как мы вносили, мы вынесем. Так, чего вы будете со мной дальше делать? Так, про дом-окно. Про рисунок я не сказал. Значит, рисунок, рисунок, действительно был такой рисунок однажды. никогда Мстал Селыч не брал в руки карандаша, если рядом. Значит, просто у него не было к этому никаких предрасположений. Значит, тут он был момент, по которому он никак, ну, я считал, что он просто как бы это не очень воспринимает, не очень понимает, как это будет осуществлена связь с... Это не был труктурный вопрос. Это был, скорее, вопрос функциональных связей административного аппарата, которым он управляет, и очень парадного корпуса президиума. Я когда-то имел неостороженность ему рассказать, что недалеко от Антверпена был построен в 60-е годы крупнейший госпиталь, больничный комплекс огромный, и там протяженность корпуса была полкилометра, скорее всего, огромной протяженность. И там все сестрички и все персоналы двигался на роликах. Причем их учили специально, они знали эти коньки такие роликовые специально, виртуозно. И они могли волненосно преодолеть свой сектор, для того, чтобы вовремя, немедленно, лекарства, какая-то скорая помощь, оказать больному. То есть были внесены такие новые, принципиально новые. Врачам можно двигаться нормально, а этим девчонкам надо создать какие-то, не говоря о том, что это очаровательное развлечение для больных людей. Можно представить, как это все движется, можно и выздороветь. короче говоря, я думаю, что я когда-то ему рассказал, он был очень удивлен, сказал, неужели на правду, вы это не придумали? Я говорю, нет, не придумал. и он мне это припомнил тут. И он говорит, прошло много лет, может, два года о роликах. Он мне говорит, Юрий Павлович, кто будет здесь на роликах? Я? Я говорю, Местлав Всеволодович, в этом нет необходимости, они все вот и так приходить здесь от лифтов достаточно разумные расстояния, все. Нет, не разумные. Я хочу, чтобы вы над этим подумали. Нам нужно, чтобы это было... Я говорю, Местлав Всеволодович, можно воздержаться вообще в этом здании, можно не трогать персонал, чтобы он не бегал между кабинетами. Теперь есть новая информационная система, вы получать будете прямо на столе. Он очень симпатично сказал. Местлав Всеволодович, я понимаю, что в госпитале наверное действительно это было замечательно. А все-таки академия, все-таки знаете, вы сделали очень много для того, чтобы это здание опиралось на какие-то внутренние закономерности поведения членов академии. Вот этот рассказ, которым он участвовал, когда капица рассказывал, что сегодня все происходит не в залах, а происходит в кулуарах. И нужно большие кулуары, чтобы в них были замечательные уютные места под большими абажурами, чтобы там могли люди беседовать и говорить. И это самое главное. А все остальное пресс-релиз или там другая форма экспресс-информация, которую вы получаете и читаете в машине уже. И кто в залах нужно слушать концерт, большой спектакль, чтобы это было для всех, чтобы это была культура представлена. Ну и, конечно, общее собрание. Там, где нужно просто увидеть друг друга, еще раз почувствовать, кто в порядке, кто не очень. Ну и так далее. То есть это был... А тут он... А тут вы как бы вот... Понимаете, мне сейчас навязываете какую-то систему, чтобы там кто-то кто-то кнопку нажал, а мне она на стол прилетела. А мы ведь, Игорь Павлович, мы хотели бы, чтобы некий консерватизм был сохранен. И ваш Петр Леонидович, у них были не очень хорошие отношения, так напряженные, как правило. Да. Короче говоря, было... Я говорю, хорошо, Мислав Сеевич, давайте я подумаю. А он в это время на листе бумаги вот нарисовал как бы вот эту... он нарисовал действительно такой очень такой несерьезный рисунок. И он сказал, значит, он никак не мог план нарисовать, он нарисовал, значит, сказал, вот здесь, значит, вот здесь, вот здесь я, вот здесь президент, здесь ваши все лифты, в том числе и почтовый, и это где-то тут вы пересекаетесь. и я считаю, что это сложно. Я ему сказал, Мислав Сеевич, так никто не задумывал, так не нужно, потому что эту почту, которая к вам приходит, она приходит не сюда, она приходит в специальную комнату, там ваш помощник, секретарь, который у вас есть, они туда в определенное время им сообщают, что пришла на ваша, приходят и забирают в ваш кабинет. Вполне консервативно, недостаточно, он уперся, ну что ему, мы потом придумали кое-что там, это нас оставило придумать ближе к тому, так что это не был никакой, ни архитектурный, ни композиционный, он просто говорил о том, что вот эти две башни и расположенный здесь аппарат и вот это, эти все, все вот эти палаты мои, которые тут я придумал пять штук, значит, вот они палаты, которые замыкают весь этот комплекс там, и значит, они вот с большим залом, там все, что вот он все хотел, чтобы здесь был найден какой-то особый путь, чтобы не было беготни, как он говорил, ну, я думаю, что мы мы смогли это решить, мы пригласили там великих спецов по передвижкам этих печати, мы убрали так, как он думал, так не было никогда, но преодолеть его сопротивление было невозможно, поэтому просто все то же самое, конечно, было сохранено, но просто все происходило ниже, на горизонте, и все они получали потом так, как нужно, прямо в место, и никто не должен был бегать там, никто далеко, ну, в общем, короче говоря, это осталось вот так, он, ну, потом он уже, когда он не работал, он очень преданно относился к этому проекту, когда родился в результате конкурса победы нашей, такой безусловный, значит, в этом конкурсе, он очень потом высоко оценил, сказал об этом, вот, нашу, такую, мою личную позицию, что я считал, что необходим конкурс. Я отвечал до того, как был избран в Союзе президентом, я отвечал по воле президента вот того времени, выдающегося архитектора промышленного, одного из авторов Днепрогресса, до Саянской, он, это тоже его проект, а Георгий Михайлович Орлов, выдающийся архитектор промышленный в основном. Это была замечательная личность, а я занимался, меня интересовали только молодые архитекторы, которого я принадлежал аттестован так Душкиным, поэтому их интересы, я боролся за интересы молодых архитекторов со всеми этими старцами, вот, и это было закономерно, а потом, когда меня избрали, я продолжал считать, что конкурсы это единственный честный путь распределения заказов, поэтому мне ничего не оставалось, как стать рекордсменом международных и национальных конкурсов, в которых я оказался победителем со своей командой, и это нам дало, так сказать, некую фундаментальную славу, которая до сих пор на нас действует, больше ничего не могу сказать.